Добрый день! Сегодня у нас машина времени. Гололомка это имеет достаточно богатую историю. Давайте распакуем, чтобы не шуршать. Когда-то компания СМАЗ выпустила гололомку машину времени. Здесь она была из черного пластика с цифрками. Картиночка появится. Она была дико дорогая. Ее мало кто покупал. Потом почему-то они перестали выпускать. Какая-то подделка стала выпускаться, которая была чуть дешевле, но все равно очень дорогая. И вот какой-то непонятный бренд. Пакетики, в которых выпускают все палатки. И выпустила очередную реплику. Подделку. Палаточную версию машины времени. Ну, без цифрок. Но зато в калории. Что тоже неплохо. Я подумал. Вот там 4-5 тысяч стоит СМАЗ. Или первая подделка, которая мало чем отличается. И что долларов 10 стоит вот эта головоломка. Что же взять? И жадность победила. Взял вот это. Все. Давно хотел машину времени. Но денег было жалко, поскольку сама головоломка не особо сложная. Что она себе представляет? Это кубик 2х2. 2х2. У которого есть вот такие вот crazy элементы. Колесики. В оригинале здесь цифры. От 1 до 12. При желании на эту головоломку их можно наклеить. И получим почти оригинальное. Возможно, я это когда-то сделаю. Даже скорее всего. Поскольку без цифрок он становится значительно проще. Давайте, наверное, сразу перемешаем. Посмотрим, как вращается. Здесь вот колесики вращаются очень легко. Но поскольку здесь практически нет резких углов. Их надо выравнивать перед поворотом. Чтобы вращение происходило. Вот что-то мы здесь повернули пару раз. Сдвинем колесики. Несколько раз делаем еще пару поворотов. Вот она вот так смещается. Не дает повернуться. Вращаем. Еще вращаем. Подобная проблема была у пентакл кубика. Мофанга. Тоже нужно было все сначала вырвать. Потом вращать. Что можно сразу отметить. Уголок. Вот синенький. И вот этот уголок. Они совместные. То есть, друг относительно друга они не перемещаются. Красный. Этот красный. Синий-синий. Зеленый-зеленый. То есть, нам достаточно будет собрать сначала как 2х2. И потом отдельно вот эти вот колеса. Если все колесики стоят ровно, то вращение вполне нормальное. А резких углов нет вообще. Прям совсем нет. Я очень сильно сомневаюсь, что оригинал крутился бы намного лучше. Поскольку механизм наверняка скопирован. Возможно, эти колеса более четко вращались. Ну вот, что-то вот намешали. Давайте попробуем собрать. Начнем, естественно, с 2х2. Так, первый слой собран. Собран с Фридрихом. А второй у нас, на удивление, скипанул. Ну и хорошо. Дальше. Принцип сборки вот этих колес очень простой. Наверное, должен быть. То есть, я сейчас что сделаю? Для начала выровняю. Еще лучше выровняю. Крутить уже. Оп. Оп. Вот, половинка колеса готова. Сейчас где-нибудь соберем оставшиеся. Так. Ну как, в центрах четверки. Все достаточно просто. Вот. Белое колесо собрано. Соберем желтое. Так. Здесь вот есть 3 элемента. Их соединяем вот с этими двумя. Сюда, наверное, доставлю лучше пока один. Там была половинка круга. И отдельно соберу вторую половинку. Если прорабатывается, наверняка будет крутиться лучше. Ну и при подобных вращениях у нас не разрушается сам кубик 2х2. Так. Загоняем желтым. Так. Противоположные центры готовы. Кого здесь побольше? Вот, к примеру, оранжевого. Раз. Два. Три. Половинка есть. Ну и объединяем все, что осталось. Раз. Ну и еще парочка элементов. Нужно сначала поставить верхний. Так. И доставляем крайний элемент. Забираем вот эти пол кольца вниз. Угу. Мы собирали оранжевый. Тогда лучше собрать синий. Так. Так. То есть, все полностью интуитивно. Никаких хитрых алгоритмов. То есть, если вы умеете собирать 2х2, это тоже соберется. Так. Чтобы вот это вот еще собралось. Вот так вот поставим. Так. Пол кольца. Если сюда добавить цифры, то будет все уже не так просто. Потребуется использовать некие алгоритмы, скорее всего, от сквайра. Так. Так, зелененький здесь. Так. Ну и потихонечку соберем то, что остается. Так. 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 Если бы вот еще вот так вот не завидел, было бы, конечно, получше. Ну и так вполне хорошо. То есть, вот. Достаточно быстро собирается. Это машина времени. Наклеить сюда цифры будет посложнее. Если совсем лень, их можно маркером написать. Это будет не так красиво. Любые цифры, либо стандартные наклейки можно заказать. Если найти. Либо, ну, сделать самостоятельно. Тут как бы наклейки на вот эти боковые грани они не особо нужны. Вот цифры здесь пригодятся. Тогда будет эта машина действительно времени. И не просто крэйзи. Два на два. Забавная головоломка очень дешевая, опять же. То есть, она в разы дешевле, чем оригинал от СМАЗ. Или первая его копия, которая непонятно какая фирма выпускает. И при желании можно сделать полноценную версию. Да еще и цветной пластик. Тоже, в принципе, неплохо. Кручения, хоть и не идеальные, но вполне приемлемые. Если мы вспомним профессорский упад Даяна, там было все куда грустнее. Ну, при желании, мне кажется, можно его настроить. Там, говорят, есть болтик как обычный 2х2. Неплохая головоломка. Совершенно ничуть не жалею о покупке. Для коллекции вполне подойдет. Рекомендую. Очень дешево и достойно. Всем спасибо. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова